В Кирове 13.16 на 101.fm особое мнение у микрофона Юлия Афанасьева и напротив меня Валерий Турулла, депутат УЗС 5 созыва и президент Ассоциации защиты прав малого и среднего бизнеса. Валерий Николаевич, добрый день. Добрый день. Я думаю, в самом начале следует принести извинения нашим слушателям, если они нас дождались у своих радиоприемников. К сожалению, в Кирове пробки Валерий Николаевич торопился к нам аж из Нововятска. Спасибо, что доехали. Давайте начнем. Валерий Николаевич, свежая новость последних дней. Это возбуждение уголовного дела против Александра Ананьева, директора МФЦ. Когда появились первые подробности дела и начали сообщать, за что же его все-таки задержали, и выяснилась вот эта история про два смартфона, не поставленных на баланс, и ущерб 115 тысяч. Понятно, что есть уголовный кодекс, и любой ущерб – это ущерб. Но у многих экспертов первой реакцией было, ребят, да вы шутите, что ли? Да. Ну, я сам являюсь руководителем, поэтому у меня вызвало недоумение. То есть можно говорить о какой-то административной ошибке, недоработке, почему не поставленной на учет, говорить о том, что это уголовно наказуемое нарушение. Ну, просто, как вы правильно сказали, у людей, знающих, и которые работают, вызывает недоумение, почему именно так было преподнесено. Ну, если хотели что-то сделать, ну, сделайте поумнее. А поумнее вы имеете в виду провести там беседу, понять, почему так произошло? Я имею в виду, я имею в виду, существует масса механизмов, и мы их тоже знаем, те же подставы и так далее, для того, что если вы хотите посадить человек или освободить это место, ну, сделайте поумнее. Ну, нельзя же до такой степени, потому что это было известно еще полугода назад, что вот эта ошибка есть, существует, и она просто устраняется. Она просто устраняется актом и ставится на учет, и все. Выговор объявляется, ну, хотите, считаете, что это действительно супер какое-то нарушение, хотя в жизни всякое может быть, потому что ошибка еще и бухгалтерская, потому что бухгалтер обязан был, приняв отчет о расходовании средств, добиться того, чтобы при подготовке очередных отчетов задать эти вопросы и поставить на учет, потому что глупость какая-то. Ну, стоит он и стоит, где эти, они в работе находятся, эти мобильные. Они на учете стоят, проконтролировать этот вопрос элементарно. Поэтому я не знаю, кому это было выгодно и зачем, тем более Александра я знаю достаточно глубоко, и мы контактировали очень часто. Это человек, который стоял за копейку, он всегда бился за нее, абсолютно чистота и честность была во всех делах. Мы не раз связывались через Центр кластерного развития с расходованием бюджетных средств, поэтому я знаю их позицию, она достаточно жесткая. Для того, чтобы израсходовать какую-то копейку, там надо 8 согласований пройти, как минимум. Это вообще какой-то кошмар. Поэтому я не знаю, я не знаю. Я в это все... Что это такое? Это череда каких-то... А что это за сигналы нам посылают? Или кому нам, чиновник? Вы знаете, вот я тоже думаю над этими вещами, и у меня складывается впечатление, что над нами проводят очередные какие-то эксперименты. И кому-то вот кто-то из космоса спустился в скафандрах, не хочет нашим воздухом дышать, не хочет наших тараганов узнать, да? И говорит, насколько мы глупые, насколько мы неправильно жили, живем и продолжаем жить, да? И вот такие мы сякие. И вообще, стоит ли нам жить вообще на Земле? Я в очень плохом состоянии, именно в таком духовном, моральном, духовном таком состоянии, потому что я понять ничего не могу. Ведь Ананев же, он вернулся с Москвы, получил высшую оценку, высшую оценку в России за свою деятельность, да? И вот человек счастливый едет, и здесь его вот снимают с поезда. Ну, я как-то этого всего не понимаю. А как Вы оцениваете форму, то, как это было сделано, да? Когда в воскресенье человек возвращается из командировки, его действительно снимают из вагона поезда, тут же выкладывают видео на ГТРК, что вот, пожалуйста, посмотрите, господа хорошие, как у нас арестовывают очередного коррупционного чиновника. Да, да, да. Это вообще как... Ну, я сказал, что я нахожусь по серьёзным впечатлениям, потому что, ну, с Александром Андреевичем мы ещё планировали дополнительные механизмы. Идёт у нас сейчас форсать по развитию кластеров, да? И он активный участник этого процесса. Мы как раз обсуждали перспективы, будущее, и он рисковый человек, он понимает эти вещи, и вдруг вышибают из обоймы и таких людей, да? Которые не командуют деньгами, а которые формируют наше будущее. Я вижу это как диверсия какая-то, понимаете? А диверсия, простите, чья? Не знаю. Кто диверсию устраивает? Следственный комитет? Не знаю. Кремль? Я точно знаю, что подобные вещи без команды не делаются. То есть даётся отмашка. Без чьей команды? Команды из Москвы, команды из руководства Кировской области? Складывается впечатление, что даёт команду Москва, Кремль. Потому что цепочка вот таких событий, она в общем-то, ну, как это, есть события, есть причины, да? И есть голова, которая анализирует, и цепочки причина, события, соединённые в единый вектор, порождают до бесконечности вектора. Мы можем предположить, какие будут дальнейшие последствия. И вот эти вот причины, которые искусственно вытаскиваются, как говорят, скелеты различные, да, там, подводные камни, которых мы-то не знали и, наверное, знать не должны, и осуществуют ли вообще эти подводные камни. И вот откуда это всё нафантазировано, всё это сведено в какую-то цепочку, здесь видится определённая логика. А логика – это уже есть сценарий. А сценарий – это значит, кому-то надо. А кому-то надо, мы можем только предположить, что должность, она не вынуждена, уже всё раскручено, и здесь делать не надо, потолок только плюет, да, по идее, по логике. Потому что работа налажена, всё отлажено, оценка дана самая высшая в России. И потом представить, что вот коррупционера у них ничего не было, а потом ничего не делая, получить. Ну, много мыслей возникает. Это соизмеримо, если на макро уровне рассуждать, это сопоставимо с переделом сфер не только экономического влияния, но и политического влияния. Поэтому какой-то идёт и осуществляется сценарий, мы о нём не знаем, об этом сценарии. Этот сценарий прикрыт духовностью, гуманностью, там битвы за чистоту рядов, но что-то, у меня аналогии нехорошие возникают в этом плане, куда мы гребём и что мы получим. Но это всё-таки сценарий Москвы, по-вашему мнению? По-моему, да. А вот вы не считаете, что… А наша местная власть, она просто является исполнителем. Ну, я так думаю, есть сценаристы, есть режиссёры, есть исполнители. Сценарий в Москве, здесь режиссура осуществляется, а мы с вами просто актёры, участники зрелища, хлеба, которые хотят, да? Вот нам их обеспечивают. А вы не считаете, что система себя сама таким образом дискредитирует? Ну, что это за система, в которой получается у нас там каждый второй коррупционер, и вот это вот всё на нас вываливает информационным потоком. И мы понимаем, что, ну, 115 тысяч рублей, друзья, ну, о чём не больше? Знаете, Юлия, Юлия, 115 тысяч рублей – это большие деньги, по идее. Нет, я не спорю. Это большие деньги. Но это не предмет вот такого разговора, который мы ведём, и даже эфирного времени занимать, потому что под этим вот 115 тысячами скрыта целая система какая-то. И вот мы о чём. Мы чувствуем, что что-то происходит, но не можем понять, что. И вот мы пытаемся найти ответ, а что это такое? Потому что обычные такие административные меры вдруг вырисовываются в какие-то меры, связанные с уголовными делами. Ну, не случайно. В случайности мы не верим. Следовательно, ну, как я вам хочу сказать. Вот смотрите, Белых арестован, да, Павел Николаевич тоже выбитый, сейчас Ануфриев. Остальные все заместители повышевали, достоин, недостоин. Там были такие, которых достойно надо было вышибить с полным скандалом. Но они почему-то ушли спокойно, тихо, которых надо было было сажать, да, и не ошибёшься. Но и были хорошие люди, которые работу тянули, ВОЗ и так далее, и выполняли определённую функцию. Всё это повышевали. И у меня складывается впечатление, что есть впереди какие-то проблемы, с которыми мы должны будем столкнуться. И людей необходимо к этим проблемам подготовить эмоционально и сказать, что вот они виноваты. То есть сегодня идёт формирование неких виновных людей в том, что будет впереди. То есть идёт формирование, подготовка сознания обывателя в этом направлении. И что это будут за изменения, я пока сказать не могу, но могу только предположить, учитывая, что там, скажем, преподаю теорию организации, инновационный менеджмент, теорию управления, я могу только предположить, что грядут серьёзные изменения на политической арене в целом. Может быть, даже экономические вектора будут меняться. Но а как их обосновать в смену? Ведь это событие, которое у нас происходит, это не только на нашей территории происходит. И мы можем... Это такая ситуация по всей стране? Ну, не по всей стране, но по ряду регионов точно. По ряду регионов точно, в том числе с нашими соседями связано. По ряду регионов не сняли губернаторов? Ну, конечно. Конечно. И там, что мы можем сомневаться, что они выполняли какую-то систему, системную работу, связанную с коррупционными факторами, это же системная работа. И что об этом никто не знал? Разве Турулова Валерий Николаевич, будучи председателем комитета экономического развития, не заявлял об этом в открытую на заседаниях законодательного собрания, и все делали вид, что ничего не происходит? Я же в открытую заявлял, что мы идём с рядом проектов, за которые мы откаты никому не будем давать. Но это социальные проекты. Но нас не пропускали с этими проектами, не моими проектами, а областными проектами, которые должны были включить механизмы саморазвития и так далее. Но мы денег не давали, и проекты не реализовывались. Те, кто давал деньги, те реализовывались. Где деньги давали? Надо разбираться. Вот этим надо сейчас заниматься. Вот этим надо заниматься. Вы говорите, что нас таким образом пытаются подготовить к каким-то негативным событиям, которые могут... Ну, для кого-то они негативные, для кого-то они желаемые. Поэтому любой минус уравновишься с определённым плюсом. Есть некая стабилизация ситуации, и вот кто формирует некий сценарий, он как раз формирует на нашей площадке минусовое сознание и поведение наше, провоцирует в какой-то даже степени для того, чтобы получить положительный результат. Я хотела спросить немного не об этом, я хотела спросить о том, а как в эту логику укладывается тот факт, о котором вы сами сказали, что одним людям спокойно дали уволиться, уехать и работать где-то в другом регионе, а на других людей... А кое-кто ещё и остался, и они работают, кое-кто и остался, и продолжают работать. Вот, как это укладывается в логику? У меня пока в логику не укладывается, я вам об этом и говорю, что те люди, которые тянули ВОЗ, они могут иметь аргументацию для того, чтобы сказать, что вот этот вектор, который нам могут предложить изменения, они не вполне рациональные, не вполне полезные. Следовательно, вот эту оппозицию или оппонентов надо убрать, которые имеют моральную основу для того, чтобы сказать, стоп, мы делаем что-то не так, что-то... И они имеют определённые рычаги, и экономические, и политические, и организационные рычаги. Следовательно, этих людей надо поубирать. Валерий Николаевич, а если у вас есть прогноз, чем закончится история с Александром Андреевичем Ананимовым? Нет, ну, во-первых, я хочу сказать, я ему пытался сразу позвонить, но телефоны были отключены. Логично. Да, телефоны были отключены. Во-первых, я хочу сказать, что в любом случае социальная среда имеет оценку и даёт оценку данному событию, и не считаться с этой оценкой, и, наверное, правовые органы и силовые органы не имеют права. Да ладно, вы думаете, Следственному комитету не всё равно, что мы там думаем? Я думаю, что есть некие предельные показатели, ну, события событию рост. И поэтому всё в кучу сваливать, наверное, ну, нет такой возможности. В крайнем случае, я приложу все силы для того, чтобы это и дальше было раскручено в каком-то направлении. Учитывая, кто-то пытается там из политики в неё обратиться, из экономики, но не удастся, потому что в ней мы находимся. В конечном счёте мы дадим этому оценку на общественном уровне и будем проводить первую сессию заседания народных депутатов на общественных началах Кировской области, Народного собрания. Оно сейчас готовится, где ряд оценок будет дано просто людьми, и смысл этого мероприятия – обеспечить обратную связь с властью, с силовыми структурами и сделать общественную оценку. Там будут заседать люди выдвинутые, не политические ангажеры, ничего, это просто люди, которые должны сказать, конституция Российской Федерации вообще-то работает у нас или не работает на территории Кировской области. Я думаю, это будет существенным элементом, который обязаны будут учесть. Обязаны, потому что за этими людьми стоит съезд Народного собрания, который поручил этим людям давать оценки, делать соответствующие замечания, формулировать предложения для власти. Это полезный элемент для губернатора, который сегодня, я думаю, не менее находится в положении заложника, чем те, кто на сегодняшний день арестован или в каком возбуждены уголовные дела. Валерий Николаевич, я предлагаю продолжить эту беседу во второй части программы. Нам сейчас надо прерваться на рекламу. Я напомню, что это особое мнение Валерия Турула, депутата ОЗС 5-го созыва. Сейчас мы уходим на рекламу и через пару минут вернемся. Мы возвращаемся в эфир. Это особое мнение Валерия Турула, депутата ОЗС 5-го созыва и президента Ассоциации защиты прав малого и среднего бизнеса. В первой части программы мы поговорили про дело Александра Ананьева. И вот я вас хочу спросить, Валерий Николаевич, следите ли вы сейчас за деятельностью ОЗС? В определенной степени, как любой житель Кировской области, я смотрю отчеты, где-то в интернет идет информация. Больше того, по моему адресу электронному идет рассылка документов по инерции. Поэтому у меня немедленно в режиме онлайн поступает информация о принятых решениях, что там происходит и так далее и так подобное. Поэтому волей-неволей приходится в какой-то степени, не присутствуя там, участвовать в процессе. Но по большому счету желания особого нету, потому что перспективы я не вижу. Кто там на сегодняшний день рулит и какая идеология присутствует. Мне это очень интересно. Это люди, которые могут принимать решения в рамках олигархов местного разлива, их интересов. Но народ там присутствует только как, знаете, планктон, питательная среда для этих людей. Вот только думают, когда кого сожрать и не более того. Валерий Николаевич, в принципе, сейчас наше УЗС, оно самостоятельное? Оно принимает какие-то решения? Или все решения принимаются в кабинете губернатора Кировской области? Ну, что я скажу. Представительный орган, я не знаю, как за другие регионы не собираюсь отвечать, но представительный орган, он априори у нас только создает видимость, что он независимый. Он абсолютно зависимый. И предопределено это тем, что большинство находится у партии власти, представителем которой и членом которой является Васильев, об этом не скрывает. В этом отношении, ну, мне казалось, более честная позиция была у того же Белых, хоть он и подлец. Но он, в конечном счете, он не являлся членами Единой России, а направил туда несколько своих заместителей, которые было поручено по должности быть членами Единой России. То, что он координировал работу, это другое. Но через своих заместителей он пытался давить. А сегодня однозначно все пожелания и позиции, которые Игорь Владимирович определяет, они выносятся на фракцию, фракция их обсуждает и проводит линию в жизнь. Поэтому... Нет, ну мы ведь с Вами понимаем, что даже в Единой России есть разные, ну, купировки, разные течения. Нет, 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 нет. Там сразу сожрут и сразу кердык будет. Почему? Есть партийная дисциплина и, в конечном счете, я знаю некоторых депутатов, которые мне клялись, что никогда в политику не пойдут, никогда дают в Единую Россию тем более. Но сегодня они и депутаты, и в Единой России. Поэтому они вынуждены сегодня создавать лицо. Эти люди, уважаемые мной, порядочные, мы с ними и не раз смогли и рюмку выпить, чаю, да. Но при этом они на сегодняшний день переступили через свои убеждения, вынуждены были, потому что вопрос бизнеса для них является определяющим. Вся жизнь там заложена. Не будешь там, значит, не будет бизнеса. Либо ты член Единой России, выполняешь волю партийного большинства, либо тебе кердык. Вот и всё. То есть ОЗС у нас сейчас не решает вообще ничего. Вообще. И если раньше мы ещё хотя бы создавали видимость, что мы можем чего-то решить, наша оппозиция в предыдущем созыве, то на сегодняшний день этой оппозиции нет. Ведь, понимаете, у оппозиции тоже должна быть очень разумная схема поведения. Есть оппозиционные сегодня депутаты, фракции, которые пытаются там пузыри отпускать. Но надо понять, что оппозиционная работа эффективна только в том случае, если на критикуемые какие-то предложения и меры партии власти вы предлагаете какую-то альтернативу, конструктиву. Ну, правильно. Говорят же, критикуя, предлагая. Да. То есть ты в теме, ты погружён, поэтому ты предложи тогда. Если это плохо, ты предложи, а что должно быть тогда хорошо в данных сложившихся условиях обстановки. Но, к сожалению, сегодня оппозиция только о чём? Говорит, что это всё плохо и антинародно. И я говорю, что это всё плохо и антинародно. Но при этом, не находясь в законодательном собрании, я формирую линию поведения и сценарии, которые независимо от конъюнтуры и колебаний на политической арене и на экономической арене Олимпии, формирую сценарий, который бы предоставил возможность и выживать, и работать. Но, иначе говоря, я махнул уже на это всё рукой, на эти все игрища, видимость. И говорю, давайте, ребята, будем делом заниматься. И съезд предпринимателей проводим, где формируем самостоятельную стратегию развития предпринимателей без участия власти. И проводим там расширенные форсайты по развитию кластерной политики, где, к сожалению, правительство не присутствует, а ему бы надо погрузиться в будущие перспективы и так далее. То есть, получилась вообще оригинальная вещь, где исполнительные структуры власти и законодательные собрания живут своей жизнью, а есть целые массивы на нашей территории, которые, независимо от того, что они там делают, живут своей жизнью. Хорошо, вот вы с предпринимателями формируете стратегию развития малого и среднего бизнеса. В расчёте на то, что мы вместе будем дальше совершенствовать эту стратегию с властью. Вот в этом и заключался как раз мой вопрос, а какой смысл это делать без власти? Нет, так вот давайте так. Вспомните, пожалуйста, когда пришёл Никита Юрьевич, он говорил, какая территория запущенная, где инициатива отсутствует, люди ничего не хотят делать, ну, в смысле того, что и него-то здесь живут. Мы все помним слово «патернализм», которое точно вошло в наш лексик. Да, да. У меня складывается впечатление, что вот нейтрализуя нашу инициативу сегодня, сегодняшняя власть, она попытку хочет осуществить, повторить те шаги, что вот здесь ничего не остаётся, как только диктатуру установить и этим быдлом командовать, понимаете? Следовательно, вот эти все конструктивные меры, которые мы сегодня вырабатываем, они должны предотвратить, профилактировать возможность развития худшего сценария для нашей территории. Вот наша задача. Мы предоставляем возможность, но дальше мы говорим, уважаемая власть, в конце концов, мы живые люди. Мы живые люди, и мы будем жить, как в стране Алиса, в стране чудес. Алиса, у нас сегодня зазеркалия, у нас сегодня Алиса в стране чудес. Сразу вспоминается цитата про кроличьи народы. Да, совершенно правильно. Мы сегодня находимся в кроличьи народы, где кролик к нам вводит и говорит, вот это всё значимо. Но смысл-то заключается, глубинный философский смысл этой сказки. Кстати, дети до пяти лет её отлично понимают. Потом, начиная формировать свою социологию, окружение, они уже не понимают этой сказки. И потом, только мы уже к старости, когда подходим, мы опять начинаем понимать эту сказку. Нет, нет, подождите, Валерий Николаевич, три минуты у нас осталось. Вот вы с предпринимателями сформируете, попытаетесь донести до власти. Да, как предложение, да. Если власть вас не услышит, вы сейчас говорите уже, что не хотят слышать и инициативы нейтрализуются. Нет, но я не говорю, я предполагаю, что складывается впечатление, что инициативы нейтрализуются. Как бы нам не повторить сценарий Никиты Белых. Поэтому я пока не потерял всех надежд, потому что съезд проведён, подготовлен план реализации критических замечаний, предложений делегатов, предпринимателей. Он сейчас находится в отработке. Сегодня в 15 часов состоится заседание Координационного совета съезда предпринимателей, где этот план мы обсудим. Есть дорожная карта, и весь этот пакет документов, если он будет утверждён, он будет направлен официально, всё как положено власти. Наверное, некорректно было бы обвинять сегодня, что власть не идёт навстречу, учитывая, что мы им ещё это официально не представили. Что в вашем плане? Буквально несколько тезисов. В предложениях предпринимателей, что они предпринимают? Ой, да там весь спектр возможных предложений. Там и вопросы лесного комплекса, каким образом необходимо на сегодняшний день усовершенствовать аукционную и конкурсную политику в выделении лесных ресурсов. И каким образом относиться, если ресурсы не используют, что необходимо делать власти в этом отношении. Там и связано с элементами торговли, то, что сегодня сети практически ликвидируют собственную торговлю, её надо возрождать. И 54 ФССР – это гибельный закон, который на сегодняшний день полностью ликвидирует вначале торговлю, а дальше и весь бизнес, потому что все расчёты пойдут по совершенно другим моделям и так далее и тому подобное. И желая положительного, мы получим отрицательного. Там отмечено и о системе взаимоотношений власти и бизнеса. И формируется серьёзное предложение, что раз в квартал хотя бы первые лица должны встречаться и сверять компас, координировать работу, согласовывать работу бизнеса. Бизнес обращается и говорит, что, дорогие друзья, чего вы от нас хотите, вы поставьте нам задачи, мы их будем выполнять. А задачи-то не звучат. Вот они предлагают такая... Какие задачи не звучат? Бюджет пополнять. О, здрасте, это не задача. Здрасте. Нет, стоп, 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 стоп. Бюджет пополнять, они сегодня его и пополняют. Где сегодня деньги? Деньги, где кто-то живой есть. Вот мы его и отчихвостим, вот и всё. А то, что бизнес на сегодняшний день на крючке, это однозначно. 62 копейки из рубля оборотного он должен прямыми, косвенно или опосредственными путями отдать. На 38 копеек он не поживёт. Ему рентабельность надо иметь 200% для того, чтобы справиться с ситуацией. Такого бизнеса у нас нет. Следовательно, все бизнесмены – это оптимизаторы, мягко говоря. Волшебники. Да, это волшебники. Следовательно, любого сажая, не ошибёшься. Поэтому забрать у него всё, вот для пополнения каждой, большого ума не надо. Вот последний вопрос. Когда вы планируете передать ваши предложения Игорю Васильеву? Ну, я же сказал, что мы сегодня заседание будем проводить. Те люди, кто являются членами Координационного совета из районов, они будут работать с нами в скайпе. Мы утвердим вот эти все предложения и передадим с дорожной карты, которая в предыдущий год тоже разрабатывалась по итогам первого съезда предпринимателей. И вот этот весь пакет мы передадим Игорю Васильеву с просьбой, чтобы он провёл встречу с Координационным советом съезда предпринимателей для того, чтобы и скоординировать работу, и согласовать. И, может быть, указать, что мы делаем не так в конечном счёте, потому что необузданная инициатива, она тоже несёт в себе элементы угрозы. Понимаете, да? Ну, этим процессом-то надо регулировать хотя бы. Мы не говорим управлять, а хотя бы регулировать надо. Но стоять в стороне однозначно нельзя. Валерий Николаевич, к сожалению, закончилось у нас время. Короткий эфир получился ввиду того, что... Ну, я виноват, я приношу извинения радиослушателям, но мне кажется, разговор всё равно состоялся достаточно острым. Я благодарю вас за эфир. Я напомню, это было особое мнение Валерия Турула, депутата ОЗС 5-го созыва, президента Ассоциации защиты прав малого и среднего бизнеса. Валерий Николаевич, мы будем снова ждать вас в нашей студии. Я думаю, к этому вопросу ещё вернёмся. Спасибо вам за эфир. И вам спасибо. До свидания. Всего доброго и до свидания. До свидания.